Мы понимаем, что вопросы, которые мы касаемся, они достаточно сложные. И я хочу вам напомнить, что мы не разбираем всё во всей глубине, полноте и так далее. Но мы определяем для себя определенные понятия, определенные направляющие, относительно которых неплохо будет помолиться в будущем, да? И для себя сформулировать своё отношение, да? Потому что периодически у вас будут спрашивать эти вопросы люди, особенно которые пришли из других церквей, с новообращенными меньше вопросов, как правило, им просто достаточно один раз объяснить, а переучить тех, кто был научен, немного сложнее. Посему давайте мы будем двигаться далее. Итак, есть два таких очень интересных греческих слова, которые отражают наше отношение к Писанию. К Писанию. Первое слово это экзогезис. Слово экзогезис. Это извлечение из текста того, что там находится. Есть такое, не учение, а направление, как экзогезис, да? Да, извлечение конкретное того, что там находится. А есть меньшее противоположное. Это изогезис. Когда ты прочитываешь то, чего там нет. И наше экзогезис. Когда прочитываешь то, чего нет. Ну, так по-простому. Извлекаешь из текста то, чего там нет. Да. Экзогезис. Мы сейчас разберем с вами некоторые примеры. И наша задача с помощью Духа Святого делать экзогезис. То есть быть внимательным к тому, что содержится конкретно в тексте. Например, в книге Деяния 10 главе мы видим интересную историю о апостоле Петри, да? Который решил помолиться, пока готовили кушать. Он вышел на крышу дома, которая была плоской, вы знаете, да? И решил взбольнуться. И ему было видение полотна, которое спускалось с неба. И это полотно повторялось, это видение повторялось трижды, да? Кто знает, где это находится? Деяние 10 глава, 9-й, 17-й стих. На другой день, когда они шли, да, приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в искупление. И видит отвертое небо, исходящее к нему некоторых сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Представляете, да, бывшему фарисею приложить такое. Там же полотно было пьяным чем? Первое, о чем мы думаем, что там была свинья, что там рыльце такое торчало, да? Потому что у нас свинья отождествляется совсем нечистым. Никто не подумает, что там мог быть, например, омар, да, с учупальцами. Или там, да, еще что-то другое. Но Петр говорит, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того что и не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр не думал в себе, то есть Петр вообще не понял, что это было, да? А что бы это значило, видение, которое он видел? Вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив у Дови Симона, остановились у кворот. И дальше мы знаем историю, да? Когда он пошел к Корнилию, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, Петр размышляет о видении. Затем к нему приходят люди от Корнилия. Но вы знаете, что в тексте нет ничего, что указывало бы на то, что с этого момента Петр начал есть всех тех зверей, которые он видел в видении. Да? Хотя очень часто в нашем мышлении, может, или там, в христианском мышлении, может проскочить такая идея, что ну, Бог уже тебе конкретно сказал, что теперь ты можешь держать клюшку за клюшком, да? И есть ее. Мы не видим, что это произошло. Но из этого текста. И в культурном контексте вообще даже, ну, как бы сложно предположить, что Петр вдруг ломанулся на базар за свининой. Да? Мы понимаем, что это не было свойственно Петру вообще. Это не было свойственно той культуре конкретно. Да? То есть мы понимаем, что если ты, допустим, можем переложить это, да? Если какой-то Украинец поехал миссионером в Африку и увидел там, что Бог ему показывает, да, вот какие-то там личинки, червей, вот, можешь есть. Даже если Бог говорит, можешь есть, не факт, что я возьму и буду это есть. Да? Потому что, ну, извиняюсь, мы такое не едим. Хотя оно может быть, м-м-м, как вкусно, когда они лопаются на два и так далее. Понимаете, да? То есть вам плохо, а кто-то бы свиной сейчас подавился в культурном контексте. Поэтому периодически мы верим какие-то вещи в то, чего нет на самом деле, да, в Библии. Мы читаем это и говорим, он начал есть свинину. Он все, короче говоря, вот это Бог его обратил. Хотя вся, ну, как бы, весь контекст, он, как бы, говорит о другой истории, истории Скорнилев, да? Мы знаем, что с этим начиналось открытие того благословения, в котором мы сейчас с вами находимся. И поэтому церковь, также историческая церковь, прочитав вот эти места, пришла к выводу, что, в общем-то, уже не имеет значения быть тебе евреем, не быть тебе евреем, есть ли какой-то образ жизни, да, или нету. Короче говоря, все стали христианами. Поэтому покончим со всем еврейским. Но мы не видим в контексте, что так это было. Потому что, к сожалению, к сожалению, историческая церковь приложила все усилия для того, чтобы не отождествлять себя с еврейским народом. И это еще один из моментов, почему важно еврею, который обратился к Господу, принял и шел как своего Спасителя, показать это отождествление. Потому что, когда мы видим истории, например, у Христовых походов, когда мы видим историю инквизиции, историю даже недавнего времени, когда толпа погромщиков под такие одобряющие, ободряющие возгласы священников, например, громила еврейские районы, творила там ужасы. То есть это мы можем найти много исторических факторов. Вы понимаете, да? Очень плотно в ментальности, в разуме еврейского народа произошел вот этот разрыв. Есть мы и есть они. Есть евреи и есть все остальные. И точно так же, очень плотно в разуме, к сожалению, церкви было заложено о том, что они и есть мы. Да? Мы заменили, мы и церковь заменили Израиль, мы стали, так называем, духовным Израилем. Все благословения, которые относились к ним, перешли к нам, а проклятия ставятся на них, в общем-то. И так далее, и так далее. Они распяли Христа. И, как говорят, помните, однажды Иешуа, общаясь с фарисеями, он говорит, «Отец ваш дьявол, да?» Он говорит, «Нет». Он говорит, «Ну да-да». И там дальше идет дискуссия, потому что вы делаете дела отца вашего, и так далее. Он говорит, «Мы семя Абрама, не были рабами никому никогда». Он говорит, «Если бы вы были семенем Абрама, то вы бы делали дела Абрама, а вы не делаете их». Ну и так далее. Поэтому брались вот такие места писания и говорили, «Жиды Христа распяли», и сам Христос сказал о том, что они дети дьявола. И логично будет, конечно же, их уничтожать. Понимаете, да? Ну, может быть, это вот эта новость, как большинство, я думаю, что нет уже. То есть антисемит, церковный антисемитизм, а наложил очень серьезную, серьезнейший отпечаток на то, насколько тяжело сейчас привести Юрия к Богу. Понимаете, да? То есть как мириться с тем, что на пряжках немецких солдат было написано с нами Бог, который на кортиках, на которых же они убивали евреев в первую очередь. Понимаете? Когда я побывал в Ассоуенцепе и там еще в некоторых лагерях в Кольше, в Кребленке, в Сильдорфе и так далее, вы знаете, это очень странно видеть огромнейшие территории, заставленные бараками, вот этими всеми крематориями, очень такое впечатлительное место. И особенно, знаете, если ты смотришь на все это и понимаешь, что здесь, например, убивали солдат, это как бы нормально, ну, как-то можно хотя бы понять, потому что идет война, собрали солдат, и чтобы они с нами не воевали, мы их всех убили. Вот так. Но там убивали не солдат, там убивали стариков, детей, женщин, мирное население. И уже как попадались там какие-то военнопленные, которые там, ну, мы работали, работали, там, переставали, уничтожали. И когда ты ходишь по этим лагерях, вот это вот слово, в первую очередь, евреям, а потом всем остальным, оно оживает. Понимаете, да? Ты смотришь на это и понимаешь, что Гитлер, он понимал это. В первую очередь надо уничтожить евреев, а потом всех остальных. Это, знаете, как бы такая наглядная демонстрация плана сатаны по уничтожению человечества. И Писание нам дает такой же принцип, но в другом, да? Что наша Евангелие, наша проповедь, она должна быть направлена в первую очередь евреев. Так же. То есть, оказывается, вот этот момент первенства, он имеет значение как для сынов света, так и для сынов тьмы. На самом деле. На самом деле. Поэтому, когда мы говорим о том, почему ты отожестаешь себя с еврейским народом, потому что я хочу, чтобы они в первую очередь покались. Я хочу, чтобы они в первую очередь приняли своего Машиха. Я хочу навести мосты между Машихом и этим народом. почему это сложно? Потому что христианская церковь, которая претендовала на то, что они знают, да, Машиха, они сделали все, чтобы этот народ не приближался. Поэтому, вы понимаете, это один из моментов, который помогает нам распространять Евангелие, помогает нам нести благую весть и служить евреевскому народу. Но, вы помните, что во всем этом это действительно тоже быть внимательным, дабы не войти в какие-то крайности, которые будут противоречить Писанию. Аминь. И поставить голову во главу своего угла. Итак, мы видим, что Петр, он уходит к Корнилию, да, дальше. Но, если бы Петр ел свинину, то, скорее всего, это бы означало, что быть евреем, в общем-то, не имеет значения. То есть, он бы, что для него нужно было бы сделать? Он бы сразу же вошел в категорию людей, которые, ну, с которыми те же фарисеи, они бы не не хотели общаться. Помните, да, высокие требования фарисея и других групп относительно освящения. То есть, такие действия Павла, конечно же, привели бы к тому, что с таким человеком мы, ну, просто по умолчанию перестанем общаться. Вы понимаете, да? То есть, как бы, он бы дискредитировал себя во всех отношениях. И дальше мы говорим, он говорит в первом Коринфеном, следующее. Единственная, 9 глава, 19-23 стих. «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». То есть, он говорит, я человек свободный от всех. Мне никому ничего, грубо говоря, не надо доказывать, да? для Иудеев я был как Иудеев, чтобы приобрести Иудеев. Как нужно быть для Иудеев как Иудеев? Вот скажите, как Павел мог быть Иудеев для Иудеев? Делать соблюдать то, что соблюдали они. Не прикидываться, потому что вы же понимаете, что вы были грамотны и быстро бы поняли. То есть, если вещь шла, например, я не разговариваю с тобой, потому что я боюсь, что твоя слюна на меня попадет и сделает нечистым, то если я даже заподозру тебя о том, что ты ел свинину, понятное дело, что я с тобой не буду разговаривать, да? И дай Бог, какие-то бактерии христианства перейдут свинячий гриб какой-то перейдет на меня, да? Он говорит, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный. Что значит под каком, под каким законом? Для людей, которые соблюдали Синайский закон, я был так же, как человек, который соблюдал Синайский закон, чтобы приобрести этих людей, да? Для чуждых законов, то есть для людей, которые не знают законов, как чуждых законов, и он поправляется, не будучи чужд закона пред Богом, да? Но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Очень интересный момент, чтобы хотя бы своими действиями спасти некоторых. Я вам скажу, если вы проносите кипу, всю свою жизнь приведете через этот какого-то еврея, то слава Богу, это того хотя бы второго, да? То есть кипа не делает нас умнее, кипа не делает нас благословеннее перед Господом, но это то, что поможет нам приобрести хотя бы некоторых. Понимаете, друзья, да? Спасти некоторых. И дальше он говорит, все же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Мы говорили, что такое послание Евангелия, да? Это послание о царстве. И он говорит, я делаю это ради царства, потому что я хочу разделить это царство. Я хочу стать соучастником этого царства. Но мы понимаем, что церковная традиция истолковывает эти места следующим образом, что Павел начал кушать свинину, хотя на тексте мы этого не видим, да? Мы понимаем, что если ты принадлежишь какой-то культуре и хочешь стать частью чьей-то чужой культуры, то скорее всего тебе придется разрушить своим. Мы не видим, что Павел отказывался от своего еврейства. Мы видим, что он придерживался тех постановлений, которые были даны Торе на тот момент. Хотя хорошая фраза, которая говорит, что я подчинил себя Христу. то есть вопросы спасения, вопросы принадлежности они решались через Христа. Люди думают, что единственный путь стать миссионером для язычников Павла начать кушать свинину. На самом деле это не обязательно. Это не было так. Знаете, думаю, что для язычников было важно, чтобы Павел ел свинину. Тогда бы они почувствовали его свинину. Но это не обязательно. Понимаете, да? Можно быть в правильном положении перед Богом и не спит у ангри язычников. это не исключает друг друга. Не исключает. Мы можем увидеть также в посланиях к Галатам, что была партия обрезывающихся, которые начали критиковать Петра за то, что он ел снеобрезанной. И мы можем понять, что они говорили не о том, что он ел, То есть они не поднимали вопрос еды, но они поднимали вопрос с кем он ел. Понимаете, да, разницу? То есть он мог соблюдать, ну, грубо говоря, каши узи, но при всем то разговаривать с язычниками. Хотя для них это было тоже не очень хорошо. Опасно, потенциально опасно. Как должны жить евреи, которые пришло. На самом деле это очень важный вопрос. На этот вопрос, ну, это очень непростой вопрос, на этот вопрос пытались отвечать самыми разными путями. Однако то, что мы можем видеть, как это делали апостолы, они продолжали жить еврейской жизнью, которая была основана на горе и ожидали, что их еврейские ученики будут продолжать жить еврейской жизнью так же. Что сама идея будет сохранена. Нужно помнить, что мессианский иудаизм рассматривался как одно из направлений иудаизмов. Наряду с парисейским, наряду с зелотами, с сеями и так далее. Вы понимаете, да? Более того, мы говорили о том, что за очень короткое время мессианский иудаизм стал намного больше, то есть последователей стало намного больше, чем всех у них вместе взятых. Я не помню точно, но по-моему около 20 тысяч человек всего лишь было, если бы сложить все партии, которые были, всего лишь 20 тысяч последователей каких было. Понятно, что Амхарас были привержены той или другой части, но в общем-то мессианский иудаизм он сразу стал лидирующей частью из всего того иудаизма, который был на тот момент. И слава Богу, что сейчас Бог возвращает это все. и так идем дальше. Но конечно же такой подход он приводит нас к самым разным вопросам, которые возможно приводят нас к проблемам. Например, мы видим, что в разных народах, в разных племенах были также понятия вещей, которые находились в еврейской культуре. Например, мы можем посмотреть, что было понимание отголосков каких-то о месте, в котором было хорошо, типа рая, Ган-Эден. Мы видим, что самые разные такие как бы есть можно притчи, истории, например, мы можем посмотреть в Японии, в Америке, в разных племенах. И человечество имело некоторое представление о том, что например, был когда-то рай, потом был какой-то грех, какой-то поступок, был потоп, например, вот такие вот моменты. Но каждая из этих культур верила в то, что именно решением проблемы человечества является, допустим, греческая цивилизация, когда были греки, допустим, греко-римская культура и так далее, и так далее, философия. Но но не греческая изучение Торы не мог освободить нас просто так. Нам нужна конкретная встреча с Богом. Поэтому здесь есть такой момент, сейчас я попробую спормирую, давайте мы посмотрим римяна. Первую главу с 18 по 26 стих. Павел говорит римскому миру о известных им терминах, как они представляли Господа. О гневе Господа грядущего с неба. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге, явно не потому что Бог делил им. Ибо невидима его вечная сила его божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они свернили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдных страстям, женщины их заменили естественное потребление противоестественное и так далее. И 28 дальше и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог привратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, гуда, лукавства, крестолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприя, паназлодравия, злоречивые предельники, богатонагианавистники, отбитчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непремелимые, немилостивые. Они знают праведную суть Божию, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. такое вот печальное, да? То есть, мы понимаем, что римляны в те времена были аморальными, поэтому те римляны, которые придерживались морали, они согласились бы с этим словом, которое Павел написал римлянам. И греховность варваров стала горбой жизни римской империи. И мы знаем также, что философы греко-римского мира соглашались, что падение связано с аморальностью, что Рим находится во власти похоти. Итак, но Павел во всем этом добавляет нечто отличное, что является еврейским. он вводит причину всего этого, он видит причину всего этого в идолопоклонстве. Это связано с тем, что они не поклоняются истинному Богу. И это в общем-то понятно, потому что те боги, которые верили греко-римляне, они сами страдали от похотей. поэтому мы видим, что Павел приходит к такому выводу, что весь этот мир находится в равстве греха и Бога, и Бог позволяет ему еще глубже погрузиться в этом грехе. Итак, первая церковь до императора Константина и после Константина смотрела в еврейскую Библию и решила оставить ее как часть церкви. они смотрели на гражданский закон общества и после Константина Тора стала подвергаться влиянию гражданских законов римского общества. Что получилось? Получилась такая печальная картина. Достаточно долгое время христианство находилось вне закона. То есть все римляне рассматривали христианство или мессианских верующих последователей шло как некую еврейскую секту которая возникла и стремительно росла. Для римлян все эти действия были непонятны. И вы знаете что христиане были подвержены ряду таких рядов и ветвий. Нам например христиан обменяли в том что они например были каннибалами. Да? А почему нет? Потому что римляне слышали такое что нужно есть тело Христа и пить его кровь. Далеко ли надо ходить? Случит нелепо но чем это отличается например от кровавого малета который буквально недавно 100 лет назад вера в то что на Песах евреи выкрадают христианских детей для того чтобы на их крови смешать мацунг кажется бред сивой кобылы и уже говорили об этом и посмотрите в Библию это просто невозможно соединить эти вещи да? Да никак невозможно это мерзость для евреев вообще отношение крови всегда было особенным но тем не менее поверьте массы в этом верили поэтому когда говорили о том что христиане они являются канималом не вдаваясь в подробности можно было в это поверить христиане не хотели поклоняться императорам не хотели поклоняться тем богам которые были они были теми кто пропагандировал определенный моральный стандарт и этот стандарт конечно же также раздражал они были теми кто ну можно так сказать обличали то общество того времени вы знаете что было около 300 лет очень сильных гонений на церковь очень сильных особенно после того когда был разрушен иерусалим из-за дунта который происходил был разрушен римлянами мы знаем что также отношение римлян еврейскому народу усугубилось понимаете да если рассматривать христианство как часть еврейского общества каковым оно и было на тот момент соответственно это также формировало отношения итак когда прошло 300 примерно 20 лет так случается что христианство становится государственной религией и вот тут вот все и меняется почему потому что вдруг император стал христианином это значит что выгодно быть христианином потому что император поощряет это дело соответственно вся та верхушка которая находилась в сети или может они в христианстве ничего не разбирались более того даже если попытавшись разобраться они понимали что они сталкивались с определенным стандартом и не сильно так нерожденному слушай человеку хочется следовать этим стандарту да если ты родился варваром и был всегда ну хоть ты и римлян и повысокородный но все равно в понимании там допустим вопросы разврата и так далее и так далее вполне естественные вопросы для совести не осуждается эти вещи то здесь получается нужно что-то менять а куда девать тех богов которые ты столько лет хранил у себя в шкафу ты не веришь единого бога ты не веришь бога евреев тебе надо что-то с этим делать таким образом получив государственный статус христианство начали проникать определенные вещи которые принадлежали языческой культуре и их начали возводить в рак обычных естественных вещей иными словами происходила адаптация под языческий мир поскольку количество язвичников было больше уже в церкви потихоньку все больше и больше стал вопрос что делать со всем тем еврейским что было до этого момента немножко подумал решили что в принципе неплохо вы это все отменить и ввести новое поэтому когда мы сейчас смотрим на современное христианство мы понимаем что оно достаточно сильно отторвано от своего первоначального контекста это было произведено намеренно и на это ушли тысячелетия понимаете да сотни лет такого целенаправленного отхождения мы получили самые разные продукты в этом все такие как велопоклонство такие как служение допустим идолам иконам и так далее и так далее и так далее и так далее храмовое основное священство церковное в любом случае гражданский закон начал влиять на формирование духовного закона гражданский закон нашего влиять на формирование духовного закона то есть император он мог насаждать те или другие верования моменты и так далее церковь глядя в сторону синайского договора в сторону танаха принимала десять заповедей и некоторое такое моральное учение моисея как полезное и как центр церковного морального учения церковь не воспринимала стала не воспри перестала воспринимать церемоний церемониальный закон и отменивала его да то есть еврейские церемонии они не подходили под то мышление которое было тогда мы понимаем что на тот момент врат первые века церковь она не выглядела как большой стадион в котором собирались христиане выходил там по воскресеньям апостол Павел и говорил а теперь проведет воздай славу ну и так далее понимаете такого не было а теперь собираем десятины пожарствования то есть как выглядела церковь фактически это были домашние добы фактически ну то есть как бы в той или иной мере в городе был какой-то главный человек это мог быть и бископ и апостол который управлял поместными делами то есть они имели взаимоотношения но структура было достаточно разобщенной следует учитывать что люди жили тогда ну были друг с другом люди знали друг друга города не были такие огромные при все в том мы знаем что такая структура например церкви выражена сейчас в Китае в котором гонения на веру люди собираются по домам люди может быть как-то тихонечко поют тихонечко на веру церковь церковь то есть группа людей собирающихся определенном здании мы знаем что церковь это не люди это не здание это люди некоторые харизматические церкви говорят ну что пошли в храм я слышал здесь там церковь пословленная ну я в храме нахожусь сейчас я понимаю что я знаю что храм это другое место хотя да это место где мы собираемся но храм в моем понимании это храм физическое место мне сложно так сказать из-за того чтобы привод уже так не говорит но окей суть суть остается та же место поклонения да и старейшины становятся священниками а епископы стали главными священниками то есть формируется понятие духовенства и они постарались воссоздать небес 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 скин перенесен на землю модель новозаветней скиньи цепи и все это относится к применению закона того как применялось мы мы можем все посмотреть на строение допустим в стандартной церкви в той или иной мере они все похожи друг на друга да то есть есть вход люди заходят садятся наблюдают за священниками да у священников была мебель были светильники как миноры умывальница для рук, которую, допустим, сейчас используют для хрящения младенца, да, или брызгают на человека тогда, ну, благословляют. То есть это части, которые были взяты с храмового служения. Вместо стола с хлебами приложения стол для хлеба и вина для причастия, например, да. В некоторых церквях есть ковчег, где хранится Писание. Если вы посмотрите, то существует также такая определенная перегородка во фронтальной части церкви, в которую иногда в определенный момент церемонии священник заходит, и его не видно. Что это нам напоминает? Святое святых зависть. Совершенно верно. У католиков это делается не в отдельной комнате, а просто за ширмой, то есть там сделано отделение. Он что там делает? Он посвящает причастие там, а потом выносит его людям и дает им тем людям, которые проходят к алтарю. Фактически это применение ритуального закона по-новому. То есть восстановление новозаветного ритуального закона, и это называется божественная литургия. Эта литургия почитается в православии, как будто она пришла прямо от Бога. И это связано с таким человеком, которого звали Иоанн Главдорозом. Есть священник, который проповедует, он ведет эту литургию. Мы знаем, что в истории церкви, практически домашние группы, понятие группа, оно у него. Весь центр, он был сдвинут в сторону такого церковного служения, в полном понимании этого слова. Если вы посмотрите некоторые переводы Библии, например, сделанные уже позже, мы можем увидеть такие вещи. Там и пошел Иисус с учениками, и пошли ученики, чтобы показать Иисусу здание церкви. Не встречали? Есть. Речь идет о том, как они гуляли по храму, и они показывали Иисусу храм. Но у нас написано, по-моему, украинский перевод какой-то, Андиенко или Куриша, не помню. Но там и почалывали на Библиися к будову церкви. Понимаете, да? То есть мы проскакиваем эти места на автомате, но мы можем понимать, что ничего такого там даже близко не было. Речь шла о конкретном еврейском храме. Но позже выгодно было перевести вот таким образом в будову церкви. Хорошо, делаем перевод. Старались... Хорошо, делаем перевод. Хорошо. Хорошо.